Добрый день! В общем так, моя любимая супруга Юльмила, мать троих детей, старший сын Александр, папа Настенька, наша дочка и Алексей средний. Очень приятно. Ваня, а кто в семье главный? Ну, кто в семье главный? И сразу посмотрел на жену, спросить у жены, а кто в семье главный? Действительно. Главная семья любовь. Главная любовь, да? И каждый из нас занимается своим делом. Мы не делим то, что делает, каждый помогает друг другу. Есть, конечно, обязанности по дому в семье, которые просто по природе своей лучше получаются в супруге, поскольку она женщина. Настоящая женщина. Да, а значит, это значит семейный очаг, уют, положительная энергетика в доме, спокойные дети, здоровые и счастливые. Ну вот интересно, а кто же главный на кухне? Ну, конечно, она прекрасно готовит национальные блюда, как молдавские, так и болгарские. Прекрасные. Что ты, наши любимые блюда, какие, Сашка, скажи? Я люблю сухую пиццу. Сухую пиццу. Прекрасно. Знаменитое наше национальное блюдо. Да, у нас национальное блюдо это плацинды. Плацинды мама готовит. Мама, плацинды. С творогом плацинды. И банницу с творогом. У вас многонациональная кухня получается. Здорово. Нравится красный борщ. Кушаем. И салат. Папа. Папа. Ваня, смотри, чтобы жена была счастлива, говорят, что нужно дарить цветы. Сколько раз в году нужно дарить ей цветы? Ну, не только по праздникам. Зимой тоже. Да, мама родилась у нас зимой, просто в феврале. И детям у нас много праздников. То есть, чем чаще, тем лучше. Да, чаще, чаще. Иван, ну вот есть, если, допустим, заела бытовуха, какие есть у вас способы у вашей семьи оживить отношения? Ну, бытовуха не будет заедать, если вовремя решать и все бытовые вопросы. Вообще, стараюсь не откладывать все решения, которые как-то связаны с нашим домом, с семьей. Ведь семья — это не только жизнь под одной крышей. Это и создание на столе для комфорта. Семья — это неугасающий интерес друг к другу. Вот, это маленькие сюрпризы, подарки. Подарки могут быть разные, конечно. Как вы сказали, цветы. А может быть еще и новые песни для любимой штуки. В качестве комплимента. А я думал, ты скажешь, если заела бытовуха, надо родить еще одного ребенка. Кстати, по поводу детей. У вас трое детей. Наверняка каждый хочет свою порцию любви и ласки. Вот как сделать так, чтобы все были дети довольны? Чтобы никого не обделить? Как сделать? Надо каждому уделять внимание, с каждым беседовать индивидуально, с каждым общаться и дать понять, что мы всех любим. И наша любовь безгранична. Тогда все хорошо будет. Вань, ну какие вот, допустим, у вас есть свои примеры, вот что должна семья делать вместе? Если мы любим играться, разговаривать, слушать музыку, мы часто едем к нашим родителям. Родители нам рассказывают часто истории, которые я сам не знал, которые писала моя супруга. Они также поют песни внукам своим, нашим детям. И, не знаю, если мы собираемся все вместе за большим столом, обязательно тема разговора найдется. То есть походы к бабушкам, дедушкам, выходные вы все проводите вместе, как одна большая семья. Как одна большая семья, да. Прекрасно. Я знаю, что к празднику, сегодняшнему празднику, к 8 июля, Дню Семьи, Любви и Верности, вы приготовили музыкальный клип, подарок всем приднестровцам и в первую очередь вашей семье. Я предлагаю послушать сейчас кусочек отрывок из этого клипа, увидеть, да, и потом мы поговорим о нем. Песню группы «Парусник» можно будет найти на ютюбе, ее мы покажем также в конце нашей программы, а сейчас узнаем у Вани, как вообще пришла такая идея, и как вам удалось сделать такой замечательный клип? Песня «Парусник» для моей супруги, это «Коднево, Любви, Семьи и Верности». А вообще-то это наш коллективный труд. Мне помогли моих мавиан, Анатолий Константинов, вокалист коллектива, также мой друг в детстве, тоже кум Николай Васалати, композитор-аранжировщик, создатель многих хитов. Один из клипов на нашу песню «Выходи, танцевай!» был создан вашим телеканалом и показан в прямом эфире, за что вам огромное спасибо. И, кстати, супруга моя, Людмила, приняла участие в темке клипа. Да, мы видели. Можно сказать, что здесь мы вместе. Коллективно. Да, коллективно. Оно мое вдохновение и моя мужа. Какие-то будут еще дополнительные версии этого клипа? Да, песня выходит на двух языках, на молдавском и на русском. Сейчас мы представим русскую версию, но немного позже доработаем и будет молдавское. Так как у нас, в принципе, в Торнестровье многостарный народ. Вань, а вот как, по-вашему, у папы должно ли быть свое личное время? Не знаю, на встречи с друзьями, на гараж, на футбол. А у мамы тоже личное время для встреч с подруг и, не знаю, походов по салонам и всего остального. У вас есть какие-то свои в этом смысле правила? Во-первых, музыка. Музыкальный коллектив «Парусник» и его неотъемлемые части коммерческий проект «Парусбэнд» и «Велебэнд», безменным руководителем, которым я являюсь, мои коллеги, друзья, музыканты, с кем я создаю новые клипы, с кем уже больше 10 лет мы дружим, создаем музыку, творчество. Наши зрители, слушатели, все это, конечно, моя семья, они неотъемлемы от меня, они гармонично перепитаются в моей жизни. И скажу больше недавно, супруга для нас говорит, что я ее лучшая подружка. А у Людмилы нам не хочет рассказать, как она ходит в гости кому-то, общается отдельно? То есть правила у Людмилы есть какие-то? Людмила, у вас есть правила в этом смысле? Своё свободное время. Своё время вне семьи, когда вы, не знаю, раз в месяц, раз в неделю должны побыть с подругами, может быть, или просто наедине с собой. Чаще к бабушке, потому что бабушка... Да, к родителям больше. С детками. Вместе с детьми. Да, да. Я скажу больше. У нас... Да? У нас... Бабушка, тёща. Мы доживем с Лобозей, мы перейдем к ней. По пути уже с Лобозей едем дальше ко мне домой, в Чёрбовчик, к моим родителям. Там, когда родился старший сын Александр, я построил беседку и назвал это Александрским двором. Потом родился средний сын Алексей. Там мы построили фонтан, лею, с цветами и назвали это Алексейским парком. Здорово. Класс. Настюшка родилась. Мы посадили два ряда виноградника и назвали это Анастасининским садом. Так что, в принципе, в свободное время мы туда и вместе ждём от работы, урожая, смотрим, как растёт виноградник. Здорово. Классно. Вань, вы как опытный семьянин. Скажите нам, пожалуйста, вот тёща у нас очень часто бывает героем анекдотов. На ваш взгляд, тёща – это друг семьи? Да, тёща, точнее, мама, я её люблю, уважаю. Она нам помогает в воспитании детей, даёт нам мудрые советы. Мы часто приезжаем к детям в гости и мы часто видимся в детях и часто бывают с бабушкой. Когда ты был с бабушкой? Не помню. Хорошо, это тёща. А свекровь – это друг семьи? Да, конечно. Это мама. Это мама семьи, да? Это мама. Скажите, пожалуйста, ещё вот хочется у вас спросить, как у семьи, у вас трое замечательных детей, вот какой совет вы дали бы тем, кто только планирует расписаться, вот как найти человека на всю жизнь? Ну, во-первых, кто по ним расписаться, пожалуйста, музыкальный коллектив Парусник. Это обсудимый, это жест. А вообще, ребят, слушайте свое сердце, она вам сама подскажет. Главное, здесь надо действовать. Спасибо. Спасибо большое, Иван, спасибо большое, Людмила. Ещё раз с праздником, день семьи, любви и верности сегодня, 8 июля. Спасибо, что поделились своими секретами счастья. Спасибо за музыкальный подарок, который вы сделали всем преднестровцам и до новых встреч. Спасибо огромное. До встречи. Спасибо вам, чтобы ещё раз поздравить всех преднестровцев зрителями телеканала СССР с общительным праздником, который, по сути, является символом верности и любви, преданности семейного союза, который останется верьким, несмотря ни на что. Спасибо огромное. До новых встреч. До свидания. Ну, а прямо сейчас мы предлагаем создать домашний уют с помощью лайфхаков. Прямо сейчас организуем самое уютное в мире спальное место. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok